В субботу 24 июня в 11 часов в районе военного городка пройдут соревнования по мотокроссу, посвященные Дню Молодежи. С 13 июня по 30 сентября на территории Жердевского района проводится оперативно-профилактическая операция МАК-2017. ОМВД России по Жердевскому району просит тех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сообщить об этом по телефону 5-22-53 или 8-902-731-03-21. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение «Новый век Жердевка». С вами Маргарита Куксова. Международная акция «Свеча памяти» в этом году впервые прошла и в Жердевке. Ее участники встретились в 4 утра у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, где панихиду по погибшим отслужил благочиной Жердевского благочиния, настоятель храма святого благоверного Александра Невского, протеерей Владимир Полулях. «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и в веки веков. Аминь». Международная акция «Свеча памяти» началась в 2009 году. Впервые она прошла в Санкт-Петербурге 27 января в память о 65-й годовщине снятия блокады. А позже ее участники стали возжигать свечи 9 мая в День Победы и 22 июня в День Памяти и Скорби. Число участников акции «Свеча памяти» растет год от года. К ней уже присоединились некоторые страны бывшего Советского Союза, а в этом году и Тамбовская область. В Жердевке мало кто знал заранее об акции, поэтому на мемориале в 4 часа утра было немноголюдно. В основном члены местного отделения политической партии «Единая Россия», по чьей инициативе и возникла акция «Свеча памяти». Сегодня проводится акция по всей нашей великой стране, посвященной 76-й годовщине, когда началась наша Великая Отечественная война. Это акция «Свеча памяти». По всей стране ровно в 4 часа все жители населенных пунктов приходят к вечному огню, зажигают свечи, проходит панихида о тех погибших, которые остались на поле боев. В Жердевском местном отделении партии жители города не остались в стороне от этой акции и пришли на нашу площадь, где горит вечный огонь, где имена всех наших погибших, земляков, героев. Зажжение свечи памяти – высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу родину и навсегда внесли свои имена в бессмертный полк. Напомним, что не вернулись с полей сражений в Великой Отечественной войне и 8 тысяч жердевцев. Эти герои отдали свои жизни на благо общей цели, только благодаря их жертве, самоотверженности мы живем в свободной, мирной стране. Низкий поклон и сердечная благодарность вам, павшие воины. Мы помним ваш героический подвиг. Сегодня 22 июня. В день начала Великой Отечественной войны по традиции в Жердевке прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В нем приняли участие первые лица города и района, руководители организаций и воспитанники детских садов. Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, объявлен Днем памяти и скорби по погибшим в страшные времена Великой Отечественной. Почтить память своих земляков, отдавших жизнь за родину, собрались жердевцы сегодня у мемориала. Вот на данном мемориале увековечены фамилии 690 наших земляков, которые сложили головы в этой кровавой беспощадной войне. Мы будем помнить и чтить память героев, которые отдали жизнь за нашу родину. А теперь разрешите мне предоставить слово молодому поколению. И первый вопли с детской колыбели, и материнский первый страшный крик, и стук сердец, что сразу очерствели, и шли в огонь, на гибель, напрямик. И встал в ту ночь великий щит народа, и принял в грудь ударов первый шквал, Чтоб год за годом, все четыре года, не утихал сплошной девятый вал. Все отошло, заволоклось туманом, и подняла победа два крыла. Но эта ночь, как штыковая рана, навек мне сердце болью обожгла. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории – начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Среди них есть и наши земляки. С нашего Железького района призвалось 16 тысяч на эту гигантскую битву. Не вернулось 8 тысяч. Вот на данный период, сегодня мы день памяти, день траура, стоим здесь. И вот мы видим наших маленьких деточек, наше будущее, которые сегодня тоже пришли. Почтить память земляков, павших в годы Великой Отечественной войны, пришли и воспитанники ближайших детских садов. Они, как и взрослые, принесли и возложили цветы. Я пришла сюда, чтобы разлагать цветы и поглядеть павших героев, которые погибли в войне. Траурные митинги в День памяти и скорби прошли сегодня по всей стране. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас завтра в 19.20 на телеканале РЕН-ТВ и в интернете. Ищите группу «Новый век Жердевка» на Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В субботу 24 июня в 11 часов в районе военного городка пройдут соревнования по мотокроссу, посвященные Дню молодежи. С 13 июня по 30 сентября на территории Жердевского района проводится оперативно-профилактическая операция МАК-2017. ОМВД России по Жердевскому району просит тех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, Сообщите об этом по телефону 5-22-53 или 8-902-731-03-21. Все началось с легенды, величайшей из всех. Десячу лет не скрывали ее, чтобы защитить Землю от ужасного будущего. Здравствуйте, мистер Кейт. Меня послали забрать вас. Я прихлоп на этого металлического таракана. Не убивайте посланника, или посланник убьет вас. Избежать щекнутым нить за дворецки? Чтобы жил мой мир, ваш должен умереть. Это не ты, Прайм. Прайм, стой! Нет! Я останусь и буду сражаться с ними. Вас ждет важнейшая миссия — изменить ход истории человечества. Продолжение следует...